Доброго всем дня! Вчера получил извещение с почты, посмотрел на город и подумал, что, наверное, что-то из зенитовского магазина мне пришло, так как периодически заказываю. А потом вспомнил, что в Питере, помимо этого, еще живет моя добрая знакомая Аннабела Роуз, которая мне выслала диск. Познакомился с этой девочкой еще во время службы в армии, не напрямую, разумеется, через интернет, в ее группе по культовой игре Heavy Metal Factu, где она была, ну и на данный момент является администратором. Собственно говоря, в этой посылке находится, по идее, копия данной игры. Сегодня после работы успел на почту, забежал, взял бандероль и сейчас собираюсь его распечатать. Верхушечку я специально залепил бумажечкой, чтобы адресов не было видно. Вот. Попробуем. Блин, неудобно. Это было, наверное, все-таки в начале. Хотя... Как же одной рукой делать это не вдало. Ничего, я там не разрежу лишнего. Как дикарь какой-то, как вандал. Немного истории, пока я тут мучаюсь, чтобы не молчать. Вот, с игрой я познакомился далеко не сразу после ее выхода, где-то лет через пять. Хотя все время, насколько я помню, в журнале про нее читал. Обратил внимание на название, прежде всего, потому что я металлист, как бы heavy metal. Думаю, что вся игра вышла какая. Вот. А потом прошло время и где-то в году 2005 я приобрел диск с игрой. До этого я подобные игрушки, если честно, не жаловал, потому что была серия Tomb Raider, по которой, помню, в школе там все фанатели мои, одноклассники. Вот. Мне эта серия бесила, если честно. И тут, собственно говоря, это похожая была ситуация, то есть женский персонаж, вот, вид от третьего лица. Мне это вообще до жуки не нравилось раньше. Не помню даже, почему я купил, но, наверное, все-таки за название зацепился, за вот это heavy metal. Вот. Что-то там еще надо отклеить. Вот. И, собственно говоря, установил игру, начал играть и просто, просто забалдел, потому что в игре было все, что нужно. Симпатичная графика, сочная палитра, куча разных интересных монстров, пушек, оружия, вот, добротный сюжет и интересная героиня. И, собственно говоря, целыми днями я играл в этот маленький шедевр. Даже, даже нет, даже, по-моему, не играл, а играли. Да, да, точно. У меня друг был, которого звали Свин, вот, Ловка. Сейчас мы уже не общаемся, вот, а раньше очень хорошо дружили, и мы вместе проходили эту игру, вот, раскрывали секреты вместе. Что запомнилось, это, вот, финальный босс Тайлер. Долго мы его не могли пройти, вот, так мучились, как его убить, не знали. Это же, как бы, сейчас есть интернет, зашел, посмотрел, вся информация тебе, пожалуйста, вот, изучай. А раньше, 2005 год, ну, далеко не у всех он был, у меня, в частности, интернета не было, и такого легкого доступа тоже не было. Вот, ну, в конечном итоге, нашли мы, как победить Тайлера, я не помню, то ли кто-то из нас догадался, то ли во дворе кто-то подсказал, вот, ну, вот это ощущение победы запомнилось до сих пор, хотя, я же говорю, не помню, кто именно, вот, додумался до того, как завалить этого негодяя. Ну, вот, такая небольшая история об игре. Упс, ножичек мой упал. вырвал, но, собственно говоря, диску-то ничего не будет. запаковала. Блин, вот точно такой же диск у меня был когда-то. так, это можно откинуть. Вот он, heavy metal факту. Да, и задничек такой же. Вот это все. Блин, я даже не знаю. я еще думал распаковывать или его так оставить. тут я смотрю, дефект есть в упаковке, поэтому, собственно говоря, уже не будет жалко ее разрывать в дальнейшем. Единственное, что меня сейчас смущает, это пойдет ли игрушка на моей семерке. мне кажется, уже нет. Но на всякий пожарный у меня есть копия экспихи, которой я очень давно пользовался. Можно, в принципе, даже экспиху будет установить. Небольшая трещинка, то ли Почта России так сработала, то ли но это несущественно. главное содержание. Самое главное это дискообложку, можно в любой момент поменять. Попробую сейчас запустить игру, точнее попытаться установить. Вот. Чтобы не забыть группа наша ВКонтакте, сюда обязательно залью видео. Собственно говоря, сейчас все сделаю и тут же залью. Залью на свой канал на Ютубе. Вот. Адресок я. А продублирую уже потом в группе ВКонтакте. я, я, короче, совсем забыл пользоваться. как пользоваться седеромом. Нажал вместо него на резет. Да, дело в том, что как бы я-то игроман, вот поиграть люблю, но диски уже не покупают, черный отскок, а потому что есть стимы и надобность в дисках просто отпадает. У меня вот есть небольшая подборочка, это то, что я решил сохранить. Так было, дисков просто, просто куча. но года три назад наверное я отвез их в мешке на дачу, они долго лежали у меня на даче, пылились, отец ругался, потому что мешают ремонту и в конечном итоге я этот мешок выкинул на помойку. Там были диски с музыкой, в том числе и лицензии, когда там был таким ярым меломаном, покупал только лицензионные CD. Вот, и то же самое игры. Вот, оставил себе, ну он именно вот такое, то что то что больше всего люблю, то есть вот Fallout 2 он у меня есть в Steam, но он там не русифицированный. Как бы диск Fargus а нет это генессовский перевод. Герои третьи они тоже есть в Steam, но там версия крайне отвратительная. Ну и так по мелочам вот там Starcraft второй, соответственно в Steam его нету, а магазинчиком без артов я не пользуюсь. Как-то не очень нравится мне. работает ли у меня привод додолжен, что с ним станется-то? Так, ну что, что-то зашуршало, устройство обнаружено, так, autoexe, ну да, ой, я что-то рассказываю, туда не наведу, да, ну, уже радует, что, так, установка, программ файл, программ файл, ну, где у меня все, вот сюда, ван секонд, неудобно, так, что у меня, раскладка русская, русская, английскую, так, вот так его обзовем, далее, запуск компакт-диска, ага, полная установка, насколько я помню, вот, по тому диску, который у меня был, полная установка, нифига, не полная была, все равно диск требовался, не знаю, может быть я ошибаюсь, поправьте меня, если у кого-то вот такой же точно диск был, вот, да, бука, буковский, то, напомните, прав или нет я, мне кажется, что все равно диск нужен, пока загружается вместе, я почитаю, вспомню, что тут хоть написано, итак, задник, чем нас встречает, Heavy Metal Fact 2, признана всеми игровыми изданиями, сайтами, лучшей игрой 2000 года, не знаю, правда или нет, насколько я помню, игра, получила не особо, широкое распространение, несмотря на то, что была крутой, клевая, но сборы у нее были-то не особо большие, по-моему, факт то, это новый этап развития компьютерной графики, невиданное до сих пор богатство красок, насчет красок соглашусь, палитра была очень сочная, хотя, первый Unreal, в принципе, такой же, вот, насчет компьютерной графики, движок кваковский, возможности высосаны не на максималку, факт то, это десятки фантастических миров, населенных самыми причудливыми созданиями, тоже трындеж, мир там один, локации разные, да, болото там, город, горы, но, мир один, абсолютно, абсолютно точно, тут уже, второе заявление, не совсем правдивое, нас встречает, факт то, это бешеный разгул фантазии разработчиков, ну, да, 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 хорошая фантазия, факт то, это непрерывные бои, все поглощающее действие, тоже, тоже трындеж, непрерывные бои, но, бои там, процентов, 70, занимают игрового времени, может быть, даже 60, на первых локациях, так, ты вообще ходишь там, и со всеми болтаешь, выясняешь, что произошло, что к чему, но, непрерывных боев там точно нет, факт то, это хэви метал, ну, тоже, тоже, тоже очередная, не совсем правда, потому что, если брать, саундтреки к игре, то, хэви металом там и не пахнет, вот, сейчас я не могу припомнить, но, что именно там исполнялось, но то, что не хэви, это точно, больше такое, что-то синтетическое, вот, ну, явно там нету, ни Айрон Мейден, ни Манавара, вот, ни Ацепта, ладно, продолжим дальше, работает на улучшенном графическом движке, технологии Квайк 3 Арена, ну да, более 20 видов оружия, не помню, не помню, сколько там видов оружия, пистолет, базука, УЗИ, гранатомет из таких, дробовик еще вроде есть, и пяток мечей, да нету там 20, ну ладно, не буду говорить, не помню, более 7000 кадров анимации, в этом я не разбираюсь, дальше, огромные, огромные фантастические миры, полные тайны, загадок, ну, это я уже обсуждал, система боя с использованием обеих рук, да, из УЗИ, она стреляет с обоих рук, вот, плюс еще, меч и щит, можно компоновать, там, боевочка немножко изменяется, ну да, три часа хэви метал в качестве звукового сопровождения, ну, я уже говорил, хэви металом и не пахнет, ну вот, не, ну хотя саундтрек, саундтрек добротный, вот, вначале мне нравится вот эта тема, которая играет, вот она, вот она офигенная, вот, если бы вся музыка в игре была такая же точно, то это было бы просто шикарно, но, к сожалению, вот именно поражает именно вступительный трек, все остальное хорошо, но, но не на таком уровне, так, и тем временем у нас финиш 100%, так, а где ярлычок, и, ну ладно, ярлычок я выкину потом, так, ну что ж, пробуем, запускаем, вот, клево, вообще шикарно, спасибо Аннабелле, сука, просто красавица, красавица, закончить, о, эти звуки, блин, новая игра, запись и загрузка игры, закончить, благодарности, ну, на этом видео я действительно закончу, как посоветовал мне героиня игры, вот, большое спасибо, Аннабелле, за данные CD, вот, я думаю, что она посмотрит, данный видосик, привет всем участникам группы, Heavy Metal Fact 1, ну, и всем зрителям моего канала, кто посмотрел это видео, все громадное, спасибо, за просмотр, за диск, да, за все, все, спасибо, удачи.